Доброе утро, друзья! В Екатеринбурге становится, как я думаю, все замечают, все больше автомобилей, соответственно, автолюбителей. Для того, чтобы сдать на права, купить машину, могут быть разные причины. Это комфорт, мобильность, я не знаю, там еще какая-то свобода передвижения. Но кому-то, например, добираться до работы, для кого-то это цель, для кого-то цель воскресные поездки, а для кого-то цель почувствовать себя настоящим гонщиком за рулем настоящего гоночного автомобиля. А некоторые гоняют и не на гоночных автомобилях. И сегодня мы порадуем тех, кто, например, посмотрев фильме «Форсаж», такси, впечатлился, вдохновился и представляет себя за рулем как раз-таки гоночного автомобиля. У нас в студии Дмитрий Тагиров, чемпион России по авторали, победитель финала Кубка Европы. Доброе утро! Доброе утро! Спасибо огромное, что пришли к нам. Дмитрий, вот мы знаем, у вас, собственно, бизнес, то есть вы занятой человек, при этом только вот, получается, в этом году, за минувший год, да, вы участвовали в 21 соревновании, то есть это 21 ралли в 11 разных странах мира. Как удается все успевать? Ну да, это был перебор, это была такая программа, чересчур, наверное, раздутая, но мы хотели просто за год сделать серьезную работу для того, чтобы уже в этом году быть на высоте на чемпионате мира. Мы? Ну, наша команда. Команда, кто входит в команду? Команда, это совсем небольшой коллектив, это 30 человек. Это совсем небольшой коллектив. Маленькая такая фирмочка, ну так. Это механики, это водители, это, ну... А сколько машин в команде? Ну, смотря сколько экипажей выезжает, ну, до трех экипажей. Три машины, соответственно. Какие-то мальчуковые у тебя все вопросы, прям, не знаю. Подожди, а какие они должны быть? Сколько циферки, сколько машин, сколько человек в команде. У меня вот такой вопрос. Знаем, что вы карьеру свою начали в 2004 году, верно? Да. Вообще стать автогонщиком, это мечта детства или как-то вот так случилось? Я думаю, что мечта детства в первую очередь, и часто бывает так, что удачно все складывается. То есть получается так, что можно промечтать всю жизнь и довольствоваться каким-то, допустим, ну, хобби. Можно просто болеть за какую-то любимую, либо команду, либо за какого-то пилота. Ну, то есть целенаправленно. Так а что побудило-то в итоге стать профессиональным автогонщиком? Я думаю, что в течение некоторых обстоятельств то, что папа был, наверное, в свое время очень такой любитель по-быстрому поездить. На каком автомобиле вы с папой растекали? Ну, это была семерка «Жигулей». Это 80-е годы были. Самый спортивный из всех спортивных. Нет, ну, он, конечно, по зиме, на летних шинах. Раньше же особо зимних шин не было. И он вытворял на летних шинах чудеса, конечно. Это же все опасно. Что-то все про опасность. Я всегда даю. Это мечта, мечта. А как вы относитесь, допустим, вот лично ваше мнение, так вкратце, Николая Фоменко и вот суперкар «Маруся»? То есть это что-то близкое вам? Или все-таки он занимается только производством машин, а никак не автогонками? Как-то это пересекается? Ну, в любом случае, в любом случае это все пересекается. И это интересно, потому что это все равно новый какой-то проект. И он достаточно успешен в определенных кругах. То есть в Европе машина популярная. Действительно? Да, из-за своей цены. То есть это реально машина, которая ездит и на которой можно ставить рекорды? Ну, рекорды, может быть, пока еще нельзя поставить. Потому что Николай Фоменко у меня ассоциируется только вот с шутками и прибаутками. Больше ни с чем. Поэтому «Маруся» тоже выглядит такой же. Но, тем не менее, он очень успешный шоумен. И благодаря этому у него очень хорошая финансовая поддержка. И с машиной все в порядке. И с машиной все в порядке. Единственное, что тираж пока небольшой. Но это начало. В первую очередь, главное конкурентное преимущество у этого автомобиля – это цена. Так и у всех автомобилей, производящихся на нашей территории. Хорошо. Помимо того, что вы являетесь и чемпионом России по автору Али, обладателем Кубка Восточной Европы 2010 года, можно ли сказать, вот мы уже заикнулись, можно ли сказать, что это все-таки что-то профессиональное или это просто серьезное такое значимое хобби? Ну, если говорить о том, что это профессионально или нет, это в первую очередь зарабатываю ли я этим деньги. Но можно сказать, что да, с помощью этого и есть возможность тоже заработать. Потому что бюджет команды наполняется отчасти из-за партнерства, из-за хорошего, надежного партнерства. Но и все равно это хобби, потому что основное для меня это бизнес. Мне нравится в бизнесе, так же экстрим, так же высокие скорости, нужно обогнать конкурентов, поэтому в бизнесе нечто похожее. И выступление на гонках позволяет мне немножко по-другому по возвращении, к примеру, с каждого ралли взглянуть на то, что происходит в компании. И это очень интересно, это порой воспитывает какие-то качества во мне, допустим, категоричность или наоборот, возможность использовать те ресурсы, которые только есть для достижения цели. Поэтому одно без другого для меня на сегодняшний день не существует. Мне очень важно от работы отдохнуть, к примеру, переключиться на гонках и наоборот. Хорошо, вот вы выступаете на чемпионате мира, просто очень много чемпионатов мира, связанных со фторалли, есть профессиональные, непрофессиональные. Вот что такое категория продакшн? Значит, в классическом ралли, то, что наиболее популярно в мире, ничего интереснее и сложнее чемпионата мира не существует. Он только один. Он проходит в течение всего сезона, начинается зимой в Монте-Карло и заканчивается или в Великобритании, или в Испании уже в ноябре. То есть в течение всего года проходят соревнования на разных континентах. Соответственно, при разных погодных условиях, в течение любого времени суток и на всех типах покрытия. Это снег, лед, асфальт и гравий. Поэтому раллиные пилоты, они, как правило, очень универсальны. А продакшн? Продакшн. Существует три зачетные группы в чемпионате мира. Это заводские машины, это очень сильно переделанные машины, которые внешне напоминают те, которые ездят по городу. Вторая категория машин, это Супер 2000, которые тоже внешне очень сильно напоминают стандартные машины, но переделаны не так сильно и бюджет их чуть поменьше. Есть самые распространенные автомобили, те, которые можно купить в магазине. Но установить дополнительно каркас безопасности, систему пожаротушения и специальные амортизаторы, и все, и автомобиль готов к участию в гонках. Это может быть наиболее привлекательный для... Это и есть продакшн. То есть это продакшн расшифровывается как автомобиль, который выпущен на заводе без каких-либо переделок. Переделки вообще запрещены. То есть стандартно используется двигатель, стандартные узлы. Ну а хочется уже пересесть, может быть, на машину, которая серьезно переделана? Да. Пересесть-то, конечно, хочется и хотелось всегда, но существует некая школа, потому что нельзя, допустим, прийти первоклассникам и уже сдавать экзамены пятиклассникам или семиклассникам. То есть это высшая математика, получается? Все равно нужно, да. Все равно нужны определенные этапы, нужно осознание. У нас же, как в школе, оценивается успеваемость, то есть насколько быстро мы успеваем переработать, переварить ту информацию, которую нам дают. Так вот здесь все то же самое. Мир – это очень сложная дисциплина, и она-то вот как раз профессиональная. Если говорить о национальных чемпионатах, то можно быть любителем, но очень страстным и победить. А на чемпионате мира такое не пройдет. И там, соответственно, нужно много учиться. Так вот учиться, проехать сезон 2-3 лучше в категории продакшн, это наиболее доступно. Резонный вопрос. Планируете дальше продвигаться и в профессиональный? Вот то, что Саша все это рассказывал, я так... Обязательно, потому что у нас все получается, и у нас очень хороший вектор развития. Единственное, что, может быть, я начал заниматься этим не так рано, как многие профессиональные гонщики. Но, тем не менее, у многих профессиональных гонщиков карьера уже заканчивается к 25 годам, да, может быть. А у меня, наоборот, только начинается. Свои плюсы. Знаем, что вы стали чемпионом России вместе со штурманом Анной Завершинской. Вообще, вы давно гоняете в одной команде? Два года. И женщин-пилотов много? Я просто сижу, у меня правда... Не набивайся, Алиси. Пожалуйста, женщины-пилотов. Я только могу в стороне стоять и волноваться исключительно. Да, в свое время мы провели конкурс. Провели среди всех участников чемпионата России. Это были и мужчины, и было три женщины. Всего три. Да, и получилось так, что по физическим данным, по возможностям вестибулярного аппарата победила именно вот Анна. Но некоторые мужчины есть крепче, может быть, вестибулярный аппарат даже есть неплохой. Но это очень трудно идентифицировать, очень трудно понять, есть ли такая возможность или нет. Потому что, как правило, выезжаешь на серьезную какую-то гонку, и тут начинает проявляться, что человек просто не может переварить такие нагрузки, постоянно знакопеременные. И постоянно торможение, разгон, поворот влево-вправо, бесконечно. Прямых на ралли, как правило, не бывает. Только повороты и трамплины. И человек, когда не видит дорогу, а читает, у него начинается... Да-да-да, там же штурман-то вот таким образом. Вообще не видит дорогу. Это тяжело. Хорошо, у вас в планах, вот если вкратце, создание экстрим-парка. Что это, как это, с чем это? Где это? Вот... Четыре вопроса. Но вкратце. В первую очередь мы хотим с моими товарищами недалеко от Екатеринбурга сделать серьезный такой город, мини-город с самыми современными экстремальными видами спорта. Почему? Ну, потому что у большинства юношей, подростков есть желание выразить себя. И если не предоставить возможность выразить себя правильно в какой-то дисциплине серьезной, спортивной, то они могут начать выражать себя неправильно. Может быть, и неспортивно. Потому что, ну, все мы знаем, да, что не можешь найти как-то, как классически выразить себя, да, начинаешь немножко где-то, может быть, чуть хулиганить. Вот это в первую очередь. Есть, наоборот, может быть, даже сильно хулиганистые ребята, да, которым может просто дать возможность хулиганить на каких-то снарядах. Санкционировать. Твою бы энергию дав в нужное русло. Да, да. Когда сроки? Пока сейчас мы только набираемся опыта. Мы ездили в Америку специально смотреть, что вообще там сделано, потому что они-то любители всяких таких вещей. Вот, кое-что на заметку взяли, но сейчас будем думать, как это культивировать, как это, может быть, адаптировать к нашим условиям. Потому что проект все-таки, он такой серьезный и с серьезными вложениями. Но посмотрим, как это все будет развиваться. Желаем вам удачи и в этом проекте, и в ваших гонках, в вашем профессиональном хобби, так назовем это. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо огромное. Напомним нашим телезрителям, у нас в гостях был Дмитрий Тагиров, абсолютно чемпион России по авторалли. Наша программа продолжается, ну и далее, опять же, тематика спортивная, новости спорта.